готов давно снимаю добрый день дорогие друзья наступила весна а вместе с нею конечно в парке тайган зоопарке сказка рождаются новые малыши и можете нас поздравить с первыми тигрятами в этом 2023 году самое самые качественные тигрята самая качественная продукция это у нас это амурские редчайшие наши тигры которых несколько сотен всего в природе уссурийского края которые все на особым счету и даже президент россии ведет особую программу по сохранению и приумножению популяции амурских тигров ну а мы свою работу делаем многие десятки лет и уже сотни тигров выехали из парка тайган зоопарка сказка в другие зоопарки и за учреждения россии четверо тигрят мы даже не смотрели кто из них мальчики и или девочки их кормит мама тигрица она сейчас пьет водичку вышла и разрешила нам взять их на ручки осмотреть вот как всегда малыши которых кормят родители толстые спокойные не кричащие вот но о породе особый говорят вот такие вот лапы мощные лапы амурского он же уссурийский тигр я напоминаю друзья что это самый крупный из пяти видов тигров оставшихся на планете земля бенгальским тиграм суматранским и южно-китайским очень далеко до уссурийского тигра который достигает 300 и даже 350 килограммов весе а длина его от хвоста до морды более трех метров но это в будущем а пока они еще совсем совсем маленькие мне очень жалко что сегодня запрещено и нельзя фотографировать посетителей парка и что девочка что ли девочка да девочка поменьше смотрите они уже открывают глаза ну как такую милоту не взять на ручки не представляю себе не могу представить вот но да вот такие голубые глазки с поволокой вот пока они будут расти в парке тайган воспитываться мамы ну а дальше уедут у нас очень много заявок в этом году на покупку на приобретение наших тигрят вот и конечно они уедут из парка тайган вот но потом когда-нибудь может быть и вернуться опять бывает и такое что часто в цирках они выступают несколько лет а потом возвращаются опять зоопарк да да очень спокойные очень качественные замечательные дети да всем подписчикам наших каналов привет большой тигриный привет скажите по полосочке у каждого тигренка у каждого тигра свои слушаю да но это общеизвестный факт что как у нас отпечатки пальцев да так и у них совершенно индивидуальный рисунок у каждого тигренка тигра в будущем вот и поэтому по этим рисунком их можно идентифицировать даже вот а рисунки на шести или они повторяются на теле на теле тоже то есть если когда мы во время операции броем тигров то темные полосы именно на светлой кожи тоже остаются ну такие вот особенности амурские тигры самые не только крупные но и самые красивые у них такой знаете широкое лицо вот очень такой добрый я бы сказал такой величественный взгляд не очень вот китайские не китайцы китайские тигры совсем на какие-то маленькие какие-то как как будто гибридные понимаете а это это очень-очень качественные такие лап еще какая ну как то так они всегда весной начинают дождаться или круглогодично ну вообще тигрица выбирает время года благоприятные для вскармливаем малышей конечно это чтобы было было теплое время либо начало весны либо лето вот потому что зимой в условиях 50 градусных морозов конечно ей трудно будет сохранить малышей поэтому если львы рождают у нас малышей в течение всего года то тигры преимущественно вот с ранней весны и до ну до осени у нас могут быть роды вот но вот сейчас как раз самое самое время перед сезоном а по количеству 4 это же много это много но у нас были неоднократные случаи когда рождались и пять и шесть малышей вот и 6 это рекорд больше не бывает я сейчас боюсь боюсь нужно видео смотреть вот боюсь сказать рекорд у нас было 6 до 6 не однократно точно помню да вот 6 но боюсь может быть когда-то в истории и с ним были иногда рождается 7 или 8 там даже очень-очень маленький не выживает вот но 34 это нормальное здоровое потомство у тигрят даже 2 это тоже хорошо чем меньше тигрят поймете тем крепче они тем больше и молока достается тем больше чем больше тигрят рождается малышей ну соответственно тем меньше им достается молока и так далее поэтому шесть конечно тяжелее выкормить особенно когда они подрастают и тянут с матери молоко тигрица очень худеет и изнашивается и все а вот два-три это очень-очень-очень спокойно и хорошо самки переносят рождение вскармливания вот олег алексеевич вот я давно в парке давно об этом хотела с вами поговорить я давно в парке много лет и раньше от казничков было гораздо больше было что десять-пятнадцать одновременно вскармливали последние года мы видим что очень редко отказываются но у крайне редко там 12 за сезон и именно тигрят вот мамы стали лучше за по как же они плохо комит зоопарки часто вот приходится самим выкармливать они не умеют знаете я иногда пересматриваю фотографии ялтинской сказки и там очень много фотографий когда оксана олеговна в окружении 15 буквально львят тигрят белых рыжих и сейчас анализируя с по прошествии времени все вот эти моменты я уверен что чем меньше зоопарк чем меньше условия для содержания тем больше матери отказываются от своих малышей чем большие вольеры чем лучшие условия такие как удалось создать в парке львов тайган тем больше самок оставляют малышей кормить но есть такой закон природы знаете крокодил не растет в тесной клетке ему нужна большая клетка не размножаются животные в тесных порой клетках потому что они понимают что самим жить негде знаете даже люди иногда которые живут в однокомнатной квартире десять раз подумают заводить ли им очередного ребенка или нет но это грубо но извините у животных это тоже также и когда они видят просторы много еды там возможностей они лучше укормируют малышей поэтому парке львов тайган отказников с каждым годом действительно все меньше меньше и меньше и меньше поскольку мы строим новые вольеры которые еще больше еще лучше все идут в сторону увеличения и конечно количество отказников у нас заметно уменьшается спасибо огромное